В замке есть такой небольшой стенд, который посвящен разведчикам канадской армии. Интересно то, что тут лежит книга, которая также есть в моей библиотеке. Итак, друзья, в этот пасмурный день мы направляемся в замок Косолома. Косолома – это одно из самых достопримечательных мест из зданий в Торонто. С испанского Косолома переводится как «дом на холме», и мы его заинтересованы детально рассмотреть. Друзья, я приглашаю всех вас вместе со мной посетить уникальный замок Косолома. Он находится недалеко от центра Торонто и наполнен интересными экспонатами и антиквариатами. Но перед тем, как мы туда зайдем, я хочу показать этот красивый замок снаружи. Итак, давайте посмотрим на это сооружение. Вот он, замок Косолома во всей его красе. Ну что, пойдем, посмотрим, что же там внутри. Заходим в замок. Войдя в замок, мы сразу же видим вот такой просторный главный зал, который украшен картинами, скульптурами и антиквариатом. Библиотека замка Косоломы. Интересно то, что я нахожу здесь книги в их коллекции, которые есть как в нашей коллекции арт-фонда, так и лично у меня. В замке есть такой небольшой стенд, который посвящен разведчикам канадской армии. Интересно то, что тут лежит книга, которая также есть в моей библиотеке. Вот эта книга. И рядом с ней другие экспонаты, которые конкретно принадлежали разведчикам Канады. Стоп-кадр. Телепортация ко мне домой. Мы сейчас находимся в моем офисе. Просто хочу вам сказать, что если я говорю, что у меня есть эта книга, вот эта книга. Ну все, о ней мы поговорим как ни в другой раз. Это действительно интересная шпионская книга, которая основана на реальных событиях. Второй мировой войны. Но еще раз, это сейчас не самое главное. Обратно возвращаемся. Телепортация в замок. Смотрите. Как мне только что сказали, туннели под этим замком использовались для секретных операций во время Второй мировой войны. Дайнинг-рум. Или обеденная комната. Также обеденный стол этого замка. wine cellar, или винный погреб, замка. Дверь, конечно же, закрыта. Меня туда не впускают. И, наверное, это правильно. Иначе пару редких экспонатов у них может пропасть. Идем дальше. Идем дальше. В замке есть вот такой ресторан. В виде устраивают банкеты и другие мероприятия. А вот эта комната, как нам говорят, исключительно для завтрака. называется она сервинг-рум. поднявшись на второй этаж, мы обнаружили вот такой трон. Действительно очень красивые изделия, как и сам замок. главный зал со второго этажа. Это вид из личной комнаты сэра Генри Пеллота, владельца этого замка. Давайте посмотрим на его комнату. Такая спальня. царская кровать. Личный кабинет. Теперь мы заходим в ванную комнату. Здесь все обделано мрамором. И трубы, краны, и сам душ просто очень интересный. Вот так раньше жили самые богатые люди Канады. Пойдемте дальше. вот сэр Генри Пеллот и все его награды. Также меч. теперь мы заходим в еще одну спальню. Это, наверное, главная комната, где Пеллоты расслаблялись и пили чай. Вот такая комната предназначалась для гостей. Она сделана в китайском стиле и украшена антиквариатом и другими коллекционными предметами из Китая. Комната Уинзоров названная так в честь королевской семьи Англии. Мы заходим в круглую комнату. и тут интересно то, что здесь есть страница газеты 1924 года, где в деталях рассказано, как распродавали коллекцию косоломы на аукционе. За сколько были проданы экспонаты из этого замка и кто эти экспонаты купил. Каждая комната украшена шикарной мебелью, которая отображает вкус, культуру и историю как владельца этого замка, так и вкус, культуру и историю всей страны. Третий этаж замка косоломы посвящен военной тематике и военным достижениям Канады. Тут вы увидите мечи скульптуры, военную форму, награды, начиная с конца XIX века и заканчивая современными войнами, в которых Канада участвовала. «Канада» и «Канада» «Канада» и Продолжение следует... Продолжение следует... ...богатых людей того времени.